Штарк, здравствуйте! Я сделал видео об инвалидах в России, так как сам инвалид и столкнулся с преследованиями и дискриминацией. Хочу начать освещать проблему фактического геноцида инвалидов в России. Буду благодарен за любую помощь в освещении этой проблемы. Наверное, мой ролик не будут находить и смотреть, если о нем не рассказать на таких больших каналах. Меня лично стали травить в федеральной клинике в Москве после того, как я попросил рекомендовать мне дорогостоящее лечение. Я выяснил, что от инвалидов, которым требуется дорогое лечение, просто избавляются. Не только по лечению, но и по другим вопросам. Например, я много лет не выходил из своей квартиры, так как до сих пор нет пандуса, хотя пишу много лет им. Теперь хочу придать огласке этот геноцид. Так что, друзья, посмотрите, это хорошего качества сделанный ролик. Я считаю, что этого автора обязательно нужно поддержать. И если вас интересует эта тема, то подписывайтесь на этот канал. Ссылка сразу под роликом. Ну и посмотрим о проблеме, очень важной проблеме, с которой в очередной раз столкнулись российские инвалиды. Не приходится долго ждать очередной инициативы путинского правительства, направленной на дальнейшее уничтожение инвалидов. На этот раз подоспели новые правила медицинской реабилитации от Минздрава. В проектах приказов Минздрава сохранили разделение людей по реабилитационному потенциалу. Если врач, врачебная комиссия, решил, что человек никогда не сможет полностью восстановиться, то в реабилитации он, по мнению ведомства, не нуждается. Люди без реабилитационного потенциала смогут рассчитывать только на палеоативную помощь. Это облегчение страданий и улучшение качества жизни. Причем это ограничение распространяется на любые организации. Даже частные клиники не смогут проводить реабилитацию пациентов, если нет перспективы восстановления. В группе без реабилитационного потенциала могут оказаться дети с церебральным параличом и спинальной мышечной трофеей, взрослые с рассеянным склерозом и боковым амитрофическим склерозом. Это прямое нарушение Конвенции ООН по правам инвалидов, которую Россия ратифицировала в 2012 году и тем самым признала, что людям с инвалидностью нужно обеспечить доступ к реабилитации и предоставить тот же набор услуг, что и другим. Зато кабинеты физиотерапии предполагаются оснащать аппаратами для магнитотерапии, лазеротерапии, теплолечения, лечения электростаном и всем необходимым для иглорефлексотерапии. Советская физиотерапия, магниты, лазеры, прогревания и прочее не имеет доказанной эффективности. Люди, захватившие власть в России, это убийцы. Страшно, что армии чиновников безропотно выполняют их преступные приказы. Страшно, что это приводит к системе, очень похожей на ту, которую строили в первой половине 20 века фашистские режимы.